Нет дыма без скорости. Пилоты вмиг разгоняют свое авто за 200 км в час. Это спорт на счету тысячной доли секунды. Трасса всего 402 метра. Успи или проиграй. Кубок Алтая и впервые в истории края Кубок Российской Автофедерации по дрэк-рейсингу. В этот день важно было все. И круто проехать, и проехать в принципе. Сегодня прям классный зацеп. Я давно не видел, чтобы кардан автомобиля сворачивал пополам и рвало его, как мороженку. Вот этого давно не было. А вот и выбывшие его починят к следующим гонкам. Да и если бы не сломался, все равно бы прошел ремонт. В такого рода стартах это процесс постоянный, особенно для пилотов с амбициями. Ведь если в Кубке Края разбивка на классы гонок посекундная, и участвовать в нем могут разные авто, то федеральный статус делят участников под техническим требованиям. Именитый спортсмен Владимир Виль свою восьмерку перебрал полностью. Корпус вазовский. На внутренности все сделаны спортивные тормаш секвентальная, кулачковая стоит. То есть передача переключается, ну, как говорится, просто вперед и назад, как на мотоцикле. То есть для быстрого переключения. Драк-рейсинг – это, так сказать, не только битва пилотов, механиков, но и битва бюджетов. То есть закладываются огромные суммы денег в постройки автомобилей. Владислав название быстрейшего не претендует. Для его команды гонки – это хобби и демонстрация умений. Мужчины владеют автосервисом. У своего Субару поменял лишь прошивку и ездит на нем в обычной жизни. Тут работает кондиционер, тут есть музыка. На трассе музыку включаете? Да. Под какую гоняете? Макс Корж, малый, повзрослел. Повзрослели и участники, особенно победители. Они побили личные рекорды. Так Кубокрая взял новосибирец Александр Ридель, а Кубокрая – в Барнауле Сергей Мудрик. При средней скорости преодоления полосы в 12 секунд он проехал за 9,3. Организаторы надеются, что уровень проведения гонок подарит им шанс провести кубки и в следующем году. Анастасия Дороган, Павел Лауронин. Наши новости. Субтитры показали. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...